Всем бонжур, меня зовут Полина, и я неофициальный амбассадор хтони русской литературы. Хтони, 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 хтони. И сегодня у нас есть великолепный повод поговорить про «Общагу на крови» Алексея Иванова. Тексту в следующем году будет уже 30 лет, и вот только в этом году вышла экранизация этого романа, фильм Романа Васьянова «Общага». Сразу скажу, что этот ролик будет поделен на две части. Первая часть будет без спойлеров, а вот во второй части мы уже конкретно поговорим с вами и про концовку фильма, потому что концовка совершенно разная в фильме и непосредственно в первоисточнике. И мне лично кажется, что это едва ли не самое главное, что мне с вами хочется обсудить. Итак, роман «Общага на крови» был написан еще в 1992 году, тогда Алексей Иванов еще сам был студентом Уральского государственного университета. Но сам роман вышел в 2006 году, тогда еще Алексея Иванова издавала азбука «Атикус». Но сразу должна сказать, что, видимо, многие ознакомились с этим романом еще раньше. Я помню, где-то читала, что некоторые из тех, с кем Алексей Иванов учился в университете, читали этот текст еще просто вот в распечатках, потому что Алексей Иванов написал его, распечатал и, видимо, дал почитать. И многие узнавали в героях себя, и нужно отметить, что нет, никто не обижался. Роман в свое время вызвал, естественно, волну обсуждения, потому что «Общага на крови» есть тот образчик русской классической литературы, которых нам так часто не хватает в современной жизни. «Общага на крови», конечно же, очень Достоевская история, и поэтому чепчики кидаем в воздух, сейчас я буду душнить. Коротко для начала о сюжете. У нас есть единый хронотоп, это общага действия, в которой происходит в ограниченное количество времени. У нас есть несколько студентов, которые живут в двух комнатах, две девушки и три парня. У нас есть, наоборот, антагонисты, то есть те люди, которых можно назвать тварями, ублюдками и подонками. Это Ботва, которая есть комендант этого общежития, ее муж, он же насильник Ренат, и глава студсовета Гапонов. Наш отличник – главный персонаж этой истории, он весь из себя такой математический, но при этом очень трепетный. И на самом деле, отличник – это идеальное для него прозвище. В фильме, кстати, его назвали несколько иначе, в фильме он Забелла. И у меня, как мне кажется, есть объяснение, почему его зовут именно так, но об этом мне придется тоже сказать в части со спойлерами. Есть Лёля и Нелли, которые живут в 212-й комнате, и девушки эти тоже категорически Достоевские персонажи. Например, Лёля очень сильно напомнит вам Соню Мармеладовую, если вы читали эту повесть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну и Нелли тоже девушка с бурным общажным прошлым. Игорь, Иван и непосредственно отличник живут в 214-й комнате, то есть они соседи. И Игорь у нас весь из себя такой несколько, можно сказать, идейный лидер. Иван – поэт-алкоголик, ну а отличник – он отличник. И все было бы ничего, если бы не ключ от крыши. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, сами знаете, повесть небольшая, и я уверена, что вам нужно ознакомиться с ней лично, а потом уже делать какие-то выводы. В общем, происходит такая история, что с крыши этой общаги падает девушка, то есть она заканчивает жизнь самоубийством ввиду того, что ее изнасиловал Ренат, муж Ботвы. И вот этот момент смерти запускает поиски, но поиски не виноватого, хотя и виноватого тоже, а скорее поиски вины в самом себе. И тут мы обращаемся просто к классическому мотиву русской литературы, а именно вина, ее анализ и попытки преодолеть эти гибельные обстоятельства бытия. Есть много разговоров о том и теории о том, когда именно происходит действие этой повести, но большинство сводится к тому, что это 90-е. В экранизации действие поместили, наоборот, в 80-е, то есть у нас еще не успел развалиться союз. И мне кажется, в этом был определенный смысл, потому что общага – это система. Это система, против которой восстают, можно сказать, эти пятеро студентов. То есть они настолько неуместны, они настолько не вписываются в эту систему. И мне кажется, вот эта метафора советского государства тоже в фильме оказалась очень кстати. Единственный нюанс, который меня, если честно, не очень порадовал в фильме, в экранизации «Общаги на крови», это тот факт, что убрали оттуда разговор про эту системность. И да, это очень сильный монолог, по-моему, Иван его произносит тот самый. Поэт, который любит пофилософствовать, который пишет потрясающие стихи, вроде бы как встречается с Лёлей, по крайней мере, она его любит. Он ее, ну, презирает. Не самый приятный молодой человек, я бы никому не рекомендовала с таким, конечно, отношения заводить. Но Лёля у нас, опять же, человек Достоевский, то есть у нее сострадание стоит гораздо выше собственных потребностей и собственной необходимости быть счастливой. Поэтому ей кажется, что она может спасти Ивана от этого алкоголизма. Ей кажется, что она действительно способна на это. Но возвращаясь к своему замечанию о том, что этот монолог про то, как пространство «Общаги убивает личность», мне кажется, это, конечно, потеря для фильма. Но, к счастью, у нас есть книга. Книга при этом небольшая, я опять же повторюсь, и я максимально уверена, что ее нужно прочитать всем. Еще скажу плюс для экранизации, какой я обнаружила. Нумерация комнат, как мне кажется, и возможно, это мой СПГС, но все-таки это чертовски важно. Ну, например, у нас с вами есть подвал, где происходит непосредственно финал истории. Да, у нас есть второй этаж, на котором живут все персонажи. У нас есть 710-я комната, в которой отличник в итоге начинает жить с Серафимой, с той самой отличницей, с гордостью университета и так далее, и так далее. И есть крыша, как самая финальная точка, инфернальная точка, но при этом она же соотносится с раем. То есть, если мы с вами вспомним такую классическую схему ада Данте, то в подвале у нас происходит самая главная хтонь. То есть, там развиваются все самые главные события, и они же с собой как бы завершают всю эту историю. Этаж второй тоже своего рода круг ада, где происходят и изнасилования, где происходят другие неприятные вещи. Есть этажи выше, и та самая крыша, к которой стремится отличник. Я очень рада, что в фильме сохранили вот эту вот маринистость, наверное, так можно сказать. То есть, мечты о свободе, о море у отличника, они сохранены. И мне тоже кажется, это очень и очень важно. Потому что у нас есть противопоставление общажного хронотопа тому самому морю, да, которое снится отличнику, которую он хочет когда-нибудь увидеть, в котором он хочет поплавать. Море есть метафора свободы, общага же, как я уже сказала, это метафора системы. И черт подери, мне сейчас очень сложно говорить про этот роман, потому что, честно скажу, у меня просто есть тут такие заметки. Я перечитала общагу на крови, и когда смотрела фильм, делала некоторые заметки, и мне очень понравилось. Да, конечно, я протащилась не так сильно, как от Петровых в гриппе, но мне кажется, Роман Васьянов действительно проделал хорошую работу. И заслуженно, совершенно заслуженно получил награду на Каннском, кажется, фестивале, как лучший дебют. И, честно, чепчики в воздух, мои аплодисменты. Мне очень понравилось, что в фильме вот некоторые внутренние конфликты персонажей, они доведены до абсолюта. Я в полном восторге от игры Никиты Ефремова, и когда я смотрела, как он играет этого пьяного поэта, мне, если честно, было даже больно. Я думаю, вы понимаете почему. Персонажи, которые относятся к тем самым дьявольским системным существам, то есть это Ботва, Гапон и Ренат, тоже абсолютно отвратительны. Именно такими я их и представляла, когда читала общагу на крови, и когда перечитывала ее тоже. Притом я не смотрела трейлеры, в принципе, не совсем понимала, кто и как будет выглядеть. Но при этом, да, персонажи прям точное попадание, и это невероятно. И сама концентрация ублюдочности Рената, которая есть в фильме и которая по книге несколько, так знаете, размазана, мне показалось это тоже очень клевый момент. Но при этом, да, нужно отметить, что потерялась несколько, наверное, знаете, идейность общаги, как лимба, из которого все эти люди пытаются вырваться, да, наша пятерка студентов. Там в фильме сохранили сцену, когда они уходят из общаги и когда они возвращаются, то есть они не могут без этой системности. Им все равно нужно туда, и они просто не знают, где еще себя найти. На общаге сводится весь мир. Но при этом, вот эта сцена, да, когда персонажи сидят просто на какой-то пустоши, и позади них потрясающая провинциальная какая-то идет хтонь, опять же, мне показалось, что это неверно. Потому что по книге, если вы помните, отличник дважды покидает общагу. Первый раз, когда он выходит выносить мусор, и как раз, когда он видит, как девушка падает с крыши. И второй раз это в финале. И вот тут, наверное, мы с вами как раз перейдем к спойлерной части. Когда отличник выходит из общаги второй раз, он провожает Серафиму на автобус, и она отправляется в аэропорт встречать свою маму. И как потом мы с вами узнаем, автобус разобьется. И, кстати, такая трагедия произошла, по-моему, в 96-м году как раз, могу сейчас путать, но нечто похожее происходило и в реальной жизни. Так вот, оба раза, когда отличник покидает общагу, это сопровождается так или иначе смертностью. И да, я сегодня забыла свою шапочку из фольги, но я надеюсь, что вам это только в радость. В фильме совершенно по-другому нам показан финал истории. И тут я напомню вам, если вы вдруг не читали или вообще не собираетесь читать, и просто смело смотрите эту часть со спойлерами. В книге «Общага на крови» отличник узнает, что Серафима, в которую он влюблен, который отвечает ему взаимностью, погибает в этом автобусе. Он видит это в новостях, и он решает покончить с собой. Он просто вскрывает себе вены, когда понимает, что, в принципе, он не в силах бороться с этой системой. Да, он абсолютно один человек, который так по-достоевски несет свою правду. Притом, кстати, отличник, он же Забелла в фильме, он действительно похож на князя Мышкина в чем-то. И мне кажется, это очевидно даже тем, возможно, кто не читал роман «Идиот». Но персонаж действительно очень достоевский. Отличник к тому времени уже знает, что все остальные его друзья и соседи прогнулись под эту систему. Он уже знает, что Лёля переспала с Ренатом для того, чтобы получить комнату. Он знает, что Иван пошел на сделку с Ботвой, да, и она разрешила ему остаться. Он, в принципе, видит, что ему больше ничего не остается. Он совершенно один, и он не может бороться с этой системой. А вот в фильме, в фильме спустя 30 лет нам показали совершенно другого отличника. И тут нужно как раз отметить, почему он Забелла. Вообще, у него есть имя, то есть в фильме нам дают это. В фильме он произносит свое имя один раз, Забелин Павел Сергеевич, но дело не в этом. Его чаще называют Забелла. И да, конечно, многие сейчас сразу вспомнят супругу Михаила Врубеля, но мне кажется, что все-таки здесь у нас больше таких фольклорных мотивов, потому что если вы не знали Забеллой, Забеллкой, называли либо сметану, либо молоко, которым забеливают чай, забеливают какие-нибудь щи, борщи и вот это вот все прочее. И по сути, Забелла в экранизации повести Алексея Иванова, он действительно такой лучик света в темном царстве, если хотите. Потому что в самом финале он не смиряется со своей участью, он наоборот предпринимает попытку борьбы. Когда он выползает из этой коморки, весь избитый вот этими всеми чертями и мразями в своем подвале, он слышит крики и понимает, что Серафиму в фильме, в экранизации ее тоже назвали как-то по-другому. По-моему, Ника, я, к сожалению, не помню. Да, Вероника, по-моему. И он видит, что Ренат пытается изнасиловать ее на полу в ванной, да, в этой душевой комнате. И он понимает, что вот, сейчас ему нужно проявить себя. И получается у нас концептуально Отличник становится другим, потому что он пытается оттолкнуть Рената, он пытается предотвратить это преступление, хотя, судя по избитому лицу Серафимы, как бы понятно, что какое-то насилие уже произошло, и у девочки точно уже будет травма. И Отличник погибает, то есть Ренат убивает и его своими голыми руками, душит его на полу в этой душевой. И, конечно же, я надеюсь, что вы понимаете, насколько концептуально это иначе. У нас не просто сдавшийся молодой человек, да, первокурсник, который понимает, что все, это система, и вот вся смерть этой общаги, да, с пространством своим, с этим хронотопом, который просто тащит за собой эту хтонь, эту безысходность, это непонимание происходящего в мире. Он, наоборот, принимает решение взять и побороться с этой системой. И я, если честно, до сих пор не могу прийти к мысли, нравится мне это или нет, потому что, естественно, это несколько меняет основную мысль общаги на крови. Если у Алексея Иванова общага на крови получилась в итоге, ну, очень печальной, пессимистичной повестью, да, у нас главный герой, ну, действительно, оказывается, ну, как сказать, не способным противостоять этой системе, то в фильме Романа Васьянова мы видим совершенно иное. У нас отличник, он же Забела, наоборот, проявляет себя. Я правда надеюсь, что вы понимаете эту тонкую материю и что я пытаюсь объяснить, но, честно, я до сих пор не пойму, нравится мне это или нет. С другой стороны, в 92-м году, когда Алексей Иванов писал этот текст, конечно, были другие настроения. И, конечно, в 2021 году нам нужны другие настроения, нам действительно нужен какой-то намек на борьбу. И пускай даже, знаете, вот мне, мы смотрели вместе с мужем общагу на крови, он не очень любит всю эту хтонь, но солидарен со мной и готов потерпеть два часа и потом со мной это все обсудить. Он отметил, что действительно есть надежда на то, что Ренат как насильник и теперь как убийца окажется за решеткой. То есть у нас отличник становится своего рода Иисусом, если хотите. То есть он жертвует собою для того, чтобы человек, повинный в смерти девушки, которая сбросилась с крыши общаги, чтобы он все равно оказался за решеткой. И мне кажется, вот эта вот жертвенность, она действительно несколько перекликается с нашей реальностью. Обязательно напишите в комментариях, как вам фильм, если вы его уже посмотрели, и что вы думаете по поводу финала, по поводу конца этой истории. И, наверное, наверное, все-таки общага, как экранизация общаги на крови, очень даже хороша. Хотя многие моменты, конечно же, из книги были ликвидированы, некоторое было переписано, но мне кажется, это все равно сделано с большим уважением к первоисточнику. И мне кажется, что Роман Васьенов, он рассказывал, что сам писал сценарий, и мне кажется, что это действительно было правильное решение сделать новый финал, несколько перевернуть его и показать другую сторону. Возможно, да, ну, конечно, тоже печально, потому что и там, и там отличник в итоге оказывается в мире мертвых, да, и при этом он как бы умирает в общаге в том самом хронотопе смерти, который у нас культивируется на протяжении всего текста, но при этом есть какая-то надежда. То есть не все так мрачно, не все так пессимистично, несмотря на то, что фильм смотрится действительно тяжело, и все эти стены давят, и вся эта краска, да, которая отпадает от стен, разруха какая-то, эти дети, да, эти подростки, ну, студенты, которые не знают, куда себя приткнуть, которые готовы действительно на то, чтобы вот прогнуться под эту систему общажную. Это действительно все очень и очень мрачно, но при этом, честно вам скажу, мне очень понравилась экранизация, и я ее максимально всем рекомендую посмотреть. Но, правда, я настаиваю на том, чтобы вы ознакомились с первоисточником. Общага на крови, я повторюсь, это небольшой текст, его можно прочитать за один вечер, и даже если вы будете вдумчиво читать, мне кажется, вы все равно за один вечер справитесь. Я на этом, пожалуй, буду заканчивать. В любом случае, я обещала вам в предыдущем своем ролике разговор про общагу, когда посмотрю экранизацию, я посмотрела, и вот оно видео. Ну и еще у меня есть приятный спойлер на будущее для тех, кто досмотрел это видео до конца, и вот он этот спойлер. Да, ролику про Юрия Мамлеева совсем скоро быть. Чепчики, опять же, кидаем в воздух. Наконец-то у нас больше трансгрессивной литературы на канале. И да, это еще не все, но, пожалуй, я не буду рассказывать вам все сразу, раскрывать все свои карты, но вот один спойлер для вас я сделала. Я знаю, что у многих сейчас уже мрачно, что у многих тоска, меланхолия, даже что-то похожее на депрессию, но не забывайте, витаминчик D, пускай не решает всех проблем, но он нам необходим. Не забывайте, что в мире полным-полно прекрасного, и даже если это прекрасное вызывает у вас отвращение к реальности, это все равно прекрасно. Ну и все, я перестаю корчить из себя Тони Робинсона с меланхоличным флером. Надеюсь, что вам опять же было интересно. Помните, что любое действие с этим видео помогает каналу. Неделя здесь была тишина, и все-таки нужно как-то немножко выходить из этого информационного блока, поэтому совсем скоро новое видео. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще нет, оставляйте комментарии, и мы с вами будем и дальше читать вместе.